Мобильный телефон В КС сообщили, что несколько дней назад со счетов Людмилы было списано порядка 200 тысяч рублей. Проводила ли она эти операции? Я данные операции не проводила, и это было для меня действительно шоком, потому что это были все карты. Это была кредитная карта, это была расчетная карта, и это был даже закрыт депозит. Мы оформили претензию, и, естественно, мне захотелось объяснить, что же это произошло и каким образом. Потому что у меня стояло смс-подтверждение для входа в интернет-банк, а представитель банка сказал, что как раз все эти операции были проведены через интернет-банк, и мне было непонятно, каким образом это могло быть сделано. Людмила заглянула в сотовый телефон. Последнюю смс от банка она получила 2 мая, сразу после совершения покупки. Сомнительные операции, по словам сотрудников банка, производились 3 и 4 числа, но никаких сообщений Людмила не получала. Между тем, сотрудники банка уверяли, в системе видно, что смс были отправлены. После этого, естественно, я начала выяснять у моего оператора сотовой связи. Запросила детализацию звонков и смс, и действительно они значились. Входящий смс большое количество, а также большое количество исходящих смс на какой-то непонятный номер. После того, как я написала сообщение на банкиру, я прочитала практически такой же отзыв, в общем-то, такого же пострадавшего человека, как и я. И он писал, что он тоже обратился к оператору с этим вопросом. Ему сказали, что у него установлена переадресация смс. Людмила действительно была не единственной пострадавшей. В майские праздники сразу несколько клиентов ТКС банка пожаловались в нашем народном рейтинге на действия мошенников. Чуть позже героиня узнала, как именно злоумышленники получили доступ к ее смс-кам. Как уже потом сказал мне банк, и позже подтвердил все-таки Мегафон, что мне действительно была установлена услуга UMS, которая пересылала смс-сообщение. И, честно говоря, что меня больше всего возмутило, что подобную услугу можно установить через интернет-сервис без привязки к сим-карте. Мегафон сделал замечательный сервис, который позволяет и получать смс-сообщение, и отправлять смс-сообщение через веб-интерфейс. То есть с компьютера, с мобильного устройства. Это удобно, это здорово, это замечательно, но вопрос безопасности они при запуске не продумали. Подключить услугу UMS действительно просто. Нужно войти в сервис ГИД, это личный кабинет абонента на официальном сайте Мегафона. Найти раздел «Популярные услуги» и поставить галочку напротив UMS. Затем скачать приложение на телефон или зайти на портал messages.megafon.ru, ввести номер своего сотового телефона и пароль от сервис ГИДа. В приложении видны абсолютно все сообщения, а на момент описываемых событий еще и от банков. Вина Тинькова в том, что они в некоторых смс с банковскими кодами, они включали еще и номер лицевого счета. По-моему, это номер лицевого счета у них называется или как-то так. Но, во всяком случае, при помощи этой комбинации цифр можно было зайти в банковский интерфейс и сгенерировать новый пароль. Таким образом, в руках мошенников оказалось все необходимое – доступ к смс-кам клиентов и новый пароль к интернет-банку. Там же, на портале UMS, мошенники подключали своим жертвам услугу переадресации сообщений. При этом настоящие абоненты об этом даже не подозревали. А пароль от сервис ГИДа злоумышленники, скорее всего, вычислили простым перебором. Такую версию выдвигают наш эксперт и посетители портала Банкеру. Но в Мегафоне с ней не согласны. Пароль к сервис ГИДа обладает достаточной долей защищенности. Более того, те системы, которые мы используем, не позволяют в автоматизированном режиме их подобрать. Они абсолютно надежно защищены. Та информация, которая есть и проходит по зашифровым каналам. Поэтому, если говорить о ситуации с подбором пароля к сервис ГИДа, то здесь мы говорим о защищенности этой системы. Представитель сотовой компании считает, что персональные данные клиентов Банка ТКС были похищены другим путем. Мы анализируем те данные, которые есть на сегодня и видим, что возможны случаи, при которых на стороне клиента, на том или ином устройстве, на телефоне, смартфоне или программном обеспечении компьютера, могут установлены сторонние программы, которые могут, маскируясь под обычные приложения или программы, собирать стороннюю информацию. Между тем, Сергей Потресов убежден, мошенники все же подобрали пароль. Вход в сервис ГИД действительно хорошо защищен от перебора. А вход на портал ЮМС такой защитой на тот момент не обладал. Ну вот беда какая. Вот когда они запустили этот сервис для работы с СМС-сообщениями, они использовали тот же самый пароль. А защиту нормальную они не предусмотрели на тот момент. Поэтому все это очень легко взламывалось. Значит, насколько я понимаю, у Тинькова там, ну, как у всякого нормального банка, свои многоуровневые системы защиты. И, насколько я понял, сработало то, что вот такие серьезные переводы между лицевыми счетами, они работают в отложенном режиме. Вот я так понимаю, что люди не пострадали только благодаря этому. Это уже был последний эшелон обороны. Действительно, банк вовремя заметил сомнительные операции, обзвонил клиентов и довольно быстро возвратил им деньги. Мне кажется, Тиньков повел себя очень корректно. То есть, действительно, вернули все деньги, извинились за такую ситуацию сложившуюся. Единственное, осталась сейчас кредитная карта. Они сказали, что просто более долгий срок возвращения этих средств, потому что их должны отзывать у партнеров. К тому же, ТКС изменил систему восстановления доступа в интернет-банк. Теперь для этого требуется не номер договора, который содержался в злосчастных смсках, а номер пластиковой карты. Мегафон тоже закрыл течь в своем новом сервисе. Через, по-моему, два или три дня проверял в Мегафоне. В этот вот их сервис перестали приходить смски от банков. То есть, смски с коротких номеров. Во-вторых, они поставили вроде бы нормальную защиту. То есть, там уже перебором просто так не вломишься в этот интерфейс. То есть, они какие-то свои шаги сделали. Этот неприятный случай взволновал абонентов других сотовых операторов. Но оказалось, что у Билайна такой услуги нет. А в аналогичном сервисе МТС, он называется SMS-про, входящие смски попросту не видны. Между тем, на портале Банкеру развернулась настоящая дискуссия на тему безопасности дистанционных банковских услуг. Ведь мошенники не в первый раз обчищают карты при помощи мобильника. Один из самых популярных способов – перевыпуск симки по поддельной доверенности. Да, были случаи и в практике нашего банка, и на рынке. То есть, когда, может быть, от юрлица, либо от физлица, лицо с поддельной доверенностью приходит в офис мобильного оператора. И по этой поддельной подложенной доверенности перевыпускает сим-карту в связи с утратой, поломкой и так далее. На тот же самый номер. Естественно, да, у нее меняется этот уникальный идентификационный номер, АИМСИ называется, который передается в сеть. Для определенного набора операций, то есть такие, как переводы на другие счета, другие банки и тому подобное, в момент совершения этой операции идет проверка вот этого кода, признака АИМСИ, менялся он или нет. Если система отвечает, что уникальный код изменился, операция подтверждена не будет. Подобную схему проверки используют многие кредитные организации, и она показывает хорошие результаты. Одно неудобство. Если вы действительно поменяли симку, пусть даже и сохранили номер, придется обязательно уведомить банк. В противном случае будут отклоняться ваши собственные операции. Добавим, что многие банки успешно пресекают мошенничество, связанное с использованием вредоносных программ. Даже если ЖУК открывает фальшивую страницу интернет-банка и предлагает вам ввести одноразовый пароль, полученный по СМС, кредитная организация может это отследить. Мы в банке где-то уже с года полтора запустили систему онлайн-мониторинга каналов удаленного банковского обслуживания. И мы можем в режиме реального времени увидеть определенным параметрам, признакам операции, которые попадают в зону риска. И сейчас буквально практически в каждом случае нам удается скоммуницировать с клиентом раньше мошенников, еще до того, когда он этот код куда-то ввел. Между тем СМСки – другая история. В цепочке банк-клиент появляется третья сторона – сотовый оператор. И влиять на его политику безопасности кредитная организация не в состоянии. Возникает вопрос, насколько СМСка – надежный способ валидации клиента. Ненадежный, признаются банкиры, но другого, более доступного и дешевого способа идентификации у банков пока нет. Ну вот будь моя воля, я бы вообще запретил бы все вот эти вот веб-интерфейсы, все это безобразие, все эти СМС-шлюзы. Что вот если уж так получается, что нам приходится рассчитывать на СМС как на валидацию, как паспорт с собой носим, мобильный телефон, то надо избегать этого соблазна, что-то навешивать какие-то дополнительные услуги. Не закачивайте в свой телефон приложение с подозрительных сайтов. Регулярно заходите в личный кабинет на сайте мобильного оператора и проверяйте, не подключены ли вам новые услуги. При смене сим-карты обязательно уведомляйте банк и просите отвязать старый номер от текущего счета. Эти простые правила помогут вам уберечь персональные данные от мошенников. Ну а если у вас возникли проблемы с банком, обязательно пишите нам. Адрес на ваших экранах. Татьяна Калиникова, Юлия Нагорная, Юрий Кулаков и Евгений Копосов. Банкеру.